Реотов 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 Я вам скажу, что по программе «Наукоград Российской Федерации» сегодня уже получено достаточно много средств. В последующем году более 100 миллионов рублей запланировано именно на реализацию программы «Наукоград Российской Федерации». А это все средства и деньги идут на что? На решение социальных программ, на развитие городских программ. Среди них телефонизация южной стороны города, ликвидация ветхого жилья и многие другие. Для поддержки праздничного настроения – традиционный концерт. Классическая музыка и представление детского музыкального театра согревает даже суровых создателей непробиваемого щита России. За полвека НПО удалось реализовать более 50 масштабных проектов. Спектр продукции от тяжелых пилотируемых орбитальных комплексов до ракет-носителей и легких космических аппаратов. Противокорабельные крылатые ракеты в разработке НПО «Машиностроение» поражают все цели. Это результат командно-штабных учений, которые провели осенью 2006-го на севере и северо-востоке страны. Учебная тревога! Ракетное оружие к бою! Цель указаний принята. Исходные данные введены. Командно-штабные учения начинаются. Это учения, но крылатые ракеты самые настоящие. Пострадавших быть не должно. Только после тщательного обследования территории, можно сказать, пуск разрешен. Тихоокеанским флотом была поставлена задача уничтожить противника на береговых подступах всеми имеющимся ракетным оружием. Поэтому удар планировался ракетным оружием синхронный из всех имеющихся видов оружия. Задача, поставленная перед флотом, выполнена, говорят на НПО «Машиностроение». Все три цели, по которым стреляли одновременно с земли и с воды, поражены. Россия по-прежнему одна из ведущих мировых держав в области ракетостроения и оборонного комплекса. Наши ракеты служат верно и долго. И по итогам этих учений флотом дана высокая оценка работы наших комплексов. За успешно проведенную операцию – благодарность всем морякам флотов, сотрудникам предприятия НПО «Машиностроение» и представителям организации корпорации. Впереди работы по созданию перспективных универсальных комплексов с крылатыми ракетами следующего поколения. Они позволят увеличить боевую мощь ВМФ. Новые разработки представили на авиакосмическом салоне «МАКС» в подмосковном Жуковском. Здесь риотовское предприятие НПО «Машиностроение» традиционно пользуется повышенным вниманием. Представители корпорации это не удивляет. Ведь на салоне они впервые демонстрируют достижения в области военно-технического сотрудничества в исторической перспективе. Хотим показать свои достижения, которые прошли за ближайшие два года с прошлого салона. И здесь они представлены. И разумеется, показать действительно динамику развития создания нашей корпорации. Потому что мы еще ни разу этого не показывали. И сейчас основной элемент экспозиции – это военно-промышленная корпорация. Среди экспонатов НПО полномасштабный макет космической головной части ракеты-носителя «Стрела», который выводится с космодрома «Свободны». А это сама ракета совместного предприятия «Брамос», уже без установки. Ее серийное производство после 10 успешных пусков уже началось в Риотове. Комплекс «Брамос» заставляет надолго задержаться у стенда представителей немецкой компании IABG. Майкл Строхол на Максе представляет вооруженные силы Германии. Здесь проводят маркетинговые исследования. Система «Брамос» риотовского производства даже для него, опытного инженера, в новинку. Требует детального изучения. Поэтому о сотрудничестве говорить пока рано. Дело в том, что я инженер-технарь. Большинство решений по поводу закупки оружия и военной техники принимаются на политической основе. Лично мое мнение, что разумно покупать именно вот такие, уже разработанные системы с прямоточными двигателями и головками самонаведения. Этот двигатель, он для нас новый и поэтому интересный. Но сейчас я сомневаюсь, что в Германии в настоящий момент может быть рынок для «Брамоса». От контактов не отказываются, но договоры подписывать не спешат. Вот принцип работы НПО «Машиностроение» на авиасалоне. У компании уже есть несколько весьма выгодных предложений, распространяться о которых раньше времени не хотят. Наша фирма довольно-таки известная и сейчас в рамках военно-технического сотрудничества уже заключаются со многими инопартнерами, заключаются контракты. Ну, сами понимаете, я не могу сейчас открыто говорить по каким направлениям. Ну, именно по основным нашим направлениям, это в рамках СП «Брамос» и других направлений, и по космической, в том числе, тематике. Очередной МАКС и очередная возможность показать все то, что было сделано за два года работы. Тем более предприятие работает в новом качестве. Стало головным предприятием большой корпорации. Для России, как единственного акционера, это откроет дополнительные возможности создания единого интегрированного предприятия. При этом у каждого партнера будет возможность находить новых потребителей продукции, действовать единым фронтом или в отдельности. Сегодня действует более 10 международных контрактов, действующих только на данный момент. И программы, во всяком случае, по военному, техническому сотрудничеству, они уже по-настоящему раскручены. И там нам надо уже не просто добиваться новых контрактов, а постараться реализовать на должном качественном уровне подписанные контракты. Представление проекта в предприятии начинает с пресс-конференции. В ней принимают участие руководители ВПК, НПО «Машиностроение». В первую очередь представляют малый космический аппарат «Кондор-3» с оптико-электронной аппаратурой. На 2008 год наметили по программе «Прагматичный космос» и по заданию по «Кондору», по системе «Запуск». Если он состоится в втором квартале, это будет очень оптимистично. Видимо, будет это во второй половине года. По программе используется для запусков конторов, значит, отслужившая боевое дежурство ракета «Удская» на ДТП. Уменьшенные копии ракет, малый космический аппарат с оптико-электронной аппаратурой, полномасштабный макет космической головной части ракета-носителя «Стрела». Эти образцы техники завораживают и детей, и взрослых. Про раки это интересно рассказали. Про спутники. Спасибо. Показать возросшие возможности корпорации в целом, а не отдельные наработки. Вот основная задача нынешней выставки для представителей НПО «Машиностроение». Ее выполнили на 100%. «Машиностроение» не ставило свою цель заключить какие-то контракты, но мы продемонстрировали всем нашим основным заказчикам, то есть Министерству обороны, наши возможности, возможности корпорации в целом, возможности перспективных разработок и так далее, а также кое-какие прошли переговоры с иностранными заказчиками. Перед павильоном авиационная версия ракеты «Метеорит-А» с большой дальностью действия. Она вызвала у посетителей и специалистов самый большой интерес. Уникальные качества этого изделия по своим характеристикам и параметрам опережают время. Я думаю, что многие уникальные агрегаты и уникальные возможности этой ракеты до сих пор не превзойдены никем в мире. Мы никого не пугаем этой ракетой и не преследуем им какие-то интересы вновь создавать эти ракеты или что-то подобное. Мы лишь хотели продемонстрировать одно из многих уникальных изобретений НПО «Машиностроение». Сверхзвуковая крылатая ракета была разработана сотрудниками НПО «Машиностроение» еще в 80-е годы прошлого века и отличается от большинства других стратегических крылатых ракет. Она может летать на высоте 22-25 километров со скоростью около километров в секунду. Кроме того, ракета оснащается специальной аппаратурой, создающей за самолетом снарядом длинный шлейф ионизированного воздуха, препятствующий точному наведению зенитных ракет. Ее изготовили в трех вариантах – наземном, морском и авиационном. Долгие годы она оставалась совершенно секретным объектом. Многие завесы тайн приоткрылись в книге Игоря Куликова «Самоотверженный труд риотовцев во имя мира». Такое название красуется на глянцевой обложке. Издание основано на книге «60 лет самоотверженного труда». Эта книга посвящена, во-первых, молодому поколению, учащимся в школах и всех тех учебных заведений, которые находятся в Революте, а также и ветеранам, которые проработали на этом предприятии много-много лет. И эта книга, во всяком случае, посвящена не 400-летней, не древности, а именно сегодняшнему дню. Книга содержит историю работы НПО «Машиностроение» и города Наукограда. На страницах книги подробно написано о ракетных комплексах и достижениях предприятия. Данное пособие, уверены авторы, будет полезно как для школьников, так и для взрослых, не безразличных к истории города. «Последним импульсом написания этой книги послужило распоряжение главы города об основных концепциях экспонирования городского музея, где тоже стали попытки с искажением освещать историю города». Сейчас на НПО работают над космической системой дистанционного зондирования Земли, геостационарным спутником связи и еще над десятками военных и инновационных проектов, не только общероссийского, но и международного масштаба. В глобальных масштабах и помощь оказывают организации ветеранов НПО «Машиностроение» в следующем году 20 лет. 15-летний юбилей праздновали в ДК «Мир». В составе организации более полутора тысяч пенсионеров. Головное звено – это актив из 43-х человек. Несмотря на возраст, все люди деятельные, активные, умные. Помогают таким же, как и они сами – людям, посвятившим жизнь, созданию воздушного щита России. Материальная помощь из фонда правкома в этом только году была оказана 1020 человек. Еще 840 ветеранов ежемесячно получают надбавку от предприятия. Кроме этого, участие в конференциях, городских мероприятиях, избирательных компаниях. Главное в таком возрасте – чувствовать, что о тебе помнят. Я считаю, что на сегодняшний день моральная сторона этого вопроса гораздо важнее, чем материальная. 35 лет на одном предприятии. Анна Григорьевна только в 93-м году вышла на пенсию. С тех пор регулярно получает материальную помощь – по 400 рублей в месяц. После юбилея 75-летия будет получать еще и надбавку за трудовой стаж. Всех этих доплат организация ветеранов добивалась много лет. Они молодцы. Должное внимание оказывает нам, пенсионерам. Юбиляров поздравляет и руководство. В подарок от Декамир – праздничный концерт. Деятельность НПО «Машиностроение» в корне изменила жизнь и облик Риотова. Из города предельщиков он превратился в город интеллектуалов. А мощное жилищное строительство вывело Риотов из небольшого провинциального городка с населением в 15 тысяч человек в современный и постоянно развивающийся город областного подчинения. В этом году предприятию 65, а в Риотове отмечают и юбилей его создателя – Владимира Челомея. И впереди еще немало задумок и планов. Ведь все еще только начинается.